Что касается имама Ибн Таймия, да помилует его Аллах. Имам Ибн Таймия, да помилует его Аллах, пытается доказать эту упадобленческую апиду в своей книге «Разъяснение обмана джахмитов». В первом томе на странице 568. В ней, где он пытается доказать, что Аллах при чистом Всевышний сидит на троне, дошел до того, что говорит, «Если бы Аллах захотел и пожелал, он бы сел на спину комара». Это он приводит в книге «Разъяснение обмана джахмитов», что если бы Аллах захотел, он бы смог сесть на спину комара. Он смог бы сесть на спину комара. Итак, мои братья, у меня возник вопрос. Разве так говорили саляфы? Разве так говорили праведные предшественники? Далее он пишет, если Аллах может сесть на спину комара, то почему он не может сидеть на своем троне, который больше небес и земли? Если Аллах может сесть, если захочет, на спину комара, то на троне будет куда более легче это сделать. Этот брат, Мухаммад Ясер, да наставит его Аллах. Ложь, которую он высказал, заявив, что так сказал Ибн Таймия, если Аллах пожелал бы, он бы сел хоть на спину комара. И так он приписал это утверждение шейху ль-Исламу Ибн Таймия. Но как бы там ни было, этот человек Мухаммад Ясер, и пусть Аллах наставит его. Клянусь Аллахом, я не знаю, что еще больше мне сказать о нем. Пусть Аллах Великий наставит его. Он казаб, он лжец. Шейху ль-Ислам Ибн Таймия никогда не высказывал подобного утверждения. Ибн Таймия передавал утверждение Абу Усмана ад-Дарими, да помилует его Аллах. Итак, либо ты невежда, либо ты делаешь себя сознательно невежественным. Если ты знал об этом, то это проблема. А если ты не знал, то это даже хуже этой проблемы. Если ты не знаешь, помолчи и изучи. Обучи себя и научись тому, как это нужно прочесть. Но если ты, зная, сознательно делаешь это, то это хуже. Это доказывает, что ты больше, чем лжец. Я хочу поделиться тем, что шейху ль-Ислам Ибн Таймия не утверждал этого. И это утверждение принадлежит Абу Усману ад-Дарими, да помилует его Аллах. Также это утверждение Абу Усмана ад-Дарими, да помилует его Аллах, который был праведным имамом Сунны. Это его утверждение. В каком контексте оно было высказано? Ибн Таймия взял его и передал его в своей книге. В каком контексте оно было? Имам ад-Дарими, да помилует его Аллах, когда он сказал это. Он высказал это с точки зрения опровержения. А не с точки зрения чего? Не с точки зрения того, что он якобы утвердил и приписал это качество Аллаху. Нет. И этому есть пример. Аллах говорит в Коране. Пророк опровергал их. И Аллах Великий сказал ему, чтобы он сказал им это. Скажи, если бы у милостивого был сын, то я первым бы стал поклоняться Аллаху и его сыну. Это называется как? Это опровержение на утверждение, приведенное человеком, чтобы доказать его ошибочность. Не потому, что у Аллаха есть действительно сын. Присвят он. Это подобно утверждению Аллаха. Аллах Свят Он Велик сказал. Мухаммад, если ты станешь приобщаться товарищей к Аллаху, то тщетными будут твои деяния. И ты окажешься среди кого? И ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Допустимо ли, что Мухаммад способен был совершить ширк? Это невозможно, чтобы он сделал это. Мир ему и благословение. Он не погрешим в этом. Мир ему и благословение. Очень хорошо. Итак, шейх сказал именно в таком контексте. Вторая вещь с дозволения Аллаха Великого. Имам Ад-Дарими, да помилует его Аллах, он не сказал, что Аллах Великий сделает это в утвердительной форме. Он сказал, если Аллах пожелает при чистом Всевышний. Так же, как Аллах говорит в Коране, если бы у милостивого был сын, то я первым бы стал поклоняться Аллаху или его сыну. Я не знаю никого, кто бы не согласился с возможностями Аллаха Святого и Великого. Если вы скажете, что способности Аллаха ограничены, то вы не верующий. Утверждение имама Абу Усмана Ад-Дарими высказано в контексте. Оно опровергает Бишра Аль-Мариси. В каком вопросе? Что Аллах возвысился над своим троном, Свят Он Велик. И я немного разъясню этот вопрос. Аллах не нуждается в троне. И это то, что Абу Усман Ад-Дарими, да помилует его Аллах, подтверждал. Прочтите сам контекст. Из-за нехватки времени я не могу его прочесть. Но идите и посмотрите книгу Рады Аля Бишр Мариси Абу Усмана Ад-Дарими. Прочтите ее, и вы увидите это. И последнее, и не менее важное. Если, даже все эти моменты, о которых мы упомянули, в которых Усман Ад-Дарими высказался, и он ошибся, это не умаляет его статус. Праведники сунны восхваляют его. Ахмад ибн Хамбаль и другие, они хвалят его. Его статус и его благородство. Но, иншаллаху-та'аля, я вернусь к нему и его биографии в своих следующих эпизодах, с дозволения Аллаха Великого. Но, братья, я хочу, чтобы вы поняли, что проблема не в этом. Я не хочу, чтобы вас одурачили, парни. Проблема не в этом утверждении Ибн Таймии, в котором он лживо обвинил его, хотя он этого не говорил, но проблема по-настоящему в чем? Проблема в том, что этот человек верит, что подтверждение качеств Аллаха автоматически предполагает уподобление. Будьте внимательны. Если я скажу, что Аллах имеет руку, то, утверждая это, я становлюсь муджасимом. Когда Аллах сказал в Коране, я создал его своими обеими руками. Когда Аллах сказал, моя рука над их руками. Когда Аллах сказал, милостивый возвысился над своим троном. Когда Аллах сказал, Аллах не сходит на нижнее небо. Сам факт подтверждения этого превращает меня в уподобленца, по их мнению. То есть Аллах утвердил это в самом Коране. Я следую Аллаху и его посланнику в этом. И из-за этого, по их мнению, я становлюсь муджасимом, уподобленцем. У меня есть два ответа на это, иншаллаху та'аля. Братья и сестры, кто это слушает? Называть аглю сунну муджасима или мушаббиха, это не в новинку. Клянусь Аллахом, это не ново. Такое утверждение не в новинку. Идите и посмотрите книгу «Разъяснение основ вероубеждения приверженцев сунны и джама'ата. Аблю Кассима, Хибатуллаха, Ибн Аль-Хасана, Аль-Ля-Ля-Кай, да помилует его Аллах». В ней он приводит чье утверждение? Исхака, Ибн Ибрагима, Ибн Рахавейха, шейха имама Аль-Бухари, учителя имама Бухари. Он сказал. Джахм ибн Сахван и последователи его секты — это их идеология. И теперь сравните это с тем, что говорит этот человек, Мухаммад Ясир. Клянусь Аллахом, это одно и то же. Нет различий. Джахм ибн Сахван и его последователи, об их признаках Исхак ибн Ибрагим ибн Рахавейха рассказывает нам. Они обвиняют, они обвиняют Аль-Люсуну Валь-Джама'а, ложно обвиняяя. Говорят, что Аль-Люсуна Валь-Джама'а есть Мушабиха. Исхак ибн Рахавейха говорит об этом. Однако они, Джахмиты, Муаттиля — опустошители атрибутов. И даже если мы их назовем Мушабиха — уподавляющими, то это также будет правильным. Он говорит, будьте внимательны, этот человек, клянусь Аллахом, Мухаммад Ясир, он и уподавленец, и опустошитель. Будьте внимательны здесь. Почему он отказывается утвердить руку Аллаха? Почему? Он говорит, если я буду утверждать руку для Аллаха, автоматически я впадаю в уподавление. Я впаду, он говорит так. И причина, по которой я этого не сделаю, это потому, что нет ничего подобного ему. Так что же он делает? Он говорит, я не знаю, что здесь имеется в виду под рукой. А на самом деле, что он делает? Первое, что он делает, он уподавляет Аллаха творением. Потому что как только тажбех, уподавление приходит ему на ум, он хочет избавиться от него. А второе, что он опустошает. То есть эти два качества, которые имеют Аль-Люль-Бидаа, собраны в нем. А что касается меня, когда я говорю рука, для меня это не сравнение качеств Аллаха. Это понятно? Также не один лишь Исхак ибн Рахавейх сказал так. Абу Хатимар-Рази сказал, признаком Джахмитов является, что они называют Аглю Сунна Мушаббиха. Они называют Аглю Сунну как? Мушаббиха, уподавленцы. Вы Мушаббиха, потому что вы подтверждаете качество Аллаха, который он утвердил сам. Что вы еще хотите, чтобы мы сделали? Аллах сам себе дал эти качества. И подобное также сказал Ибн Хузайма и другие подобные ему. И в завершении братья и сестры. Эти аргументы, которые Мухаммад Ясир пытается предъявить, они не в новинку. На все это уже ответили. Я прошу Аллаха Великого, все, что я сказал не так, чтобы Аллах Великий простил меня за это. Я прошу Аллаха Великого, чтобы он наставил этого брата, Мухаммада Ясира, и привел его к истине, а также людей, которые заблудились в этом вопросе. Субханякаллаху и хамбеку. Я щедуя ла илла илла истагфирь.